МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он привез первый в Европе трансграничный мобильный госпиталь. Он был развернут за 40 минут. Передвижная больница – часть европейского проекта «Эгаль-Урк», который предоставляет изолированному населению по обе стороны Пиренеев равный доступ к медицинскому обслуживанию в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Здесь его используют для вакцинации от коронавируса. Мы не знали о таком ресурсе. Мы очень счастливы, потому что наконец-то дождались исторического момента. Приятно приезжать в деревни, чтобы вакцинировать наиболее уязвимые группы населения, ведь это означает начало конца этой ситуации. Возвращение к нормальной жизни теперь намного ближе. Общий бюджет европейского проекта составляет 2,3 миллиона евро, из которых полтора миллиона приходится на программу региональной политики Евросоюза. Главная особенность этой мобильной больницы – ее универсальность. Она использовалась в Байоне и Верхней Гароне, либо для облегчения оказания неотложной помощи в главной больнице, либо для проведения ПЦР-тестов. Сегодня ответственные за программу в Наваре общаются по видеосвязи с координатором проекта больницы Тулузы. Здесь все знают иньяки – врача в местном медицинском центре. Сегодня медперсонал, так же как и относящийся к уязвимым группам, и их семьи также включен в список вакцинации. Многие надеялись на вакцинацию – как уязвимые группы, так и их родные, которые заботятся о них. Они беспокоились больше всего, потому что они говорят себе – я могу заразить своего близкого с уязвимым здоровьем, и если у меня нет симптомов, он может покинуть этот мир. Верно? Для Диего, руководителя службы экстренной помощи, у мобильного госпиталя огромный потенциал. Он автономен в водоснабжении и электричестве, но его преимущества на этом не заканчиваются. Этот грузовик оснащен респираторами, мониторами, даже ультразвуковыми приборами, которые мы сейчас не используем для вакцинации. Но при необходимости он может превратиться в реанимацию. И в зависимости от серьезности ситуации он может вместить до 18 пациентов. Эта мобильная больница показывает – скорая помощь не останавливается на границе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова